Российские пропагандисты часто негодуют и задаются вопросом, почему Россию ненавидит весь цивилизованный мир и мира с ними никто не хочет. Но они сами не замечают, как в тех же эфирах угрожают всему миру ядерным оружием и войной. Казахстану они уже угрожали, а теперь на очереди Грузия. Просто послушайте, что заявляет пропагандист Голованов в прямом эфире. Акция протеста против закона об инагентах у грузинского парламента в Тбилиси завершилась в полпятого утра. Спецназ оттестил людей с площади перед зданием, в результате чего она опустела и была зачищена в считанные минуты. Ну, там была тбилисская дискотека, вышли на погромы очередные, разорвали российский флаг. Вот, кстати, тоже такой показательный был момент, что не надо было останавливать у Тбилиси танки в 2008 году, потому что вот этот вот мимино, рвущий российский флаг, он понимает только табуреткой по голове, да, так, чтобы табуретка разлетелась. А так как мимино, табуретка по голове не прилетела, он может рвать российский флаг. А если прилетит, то вот этот российский флаг он не разорвет, а вывесит у себя на заборчике. Сам, никто его даже заставлять не будет, сам будет повешивать, будет радоваться, всегда рассказывать про прекрасную Россию. Ну, на русском языке. А когда будет переходить на грузинский, пока там стоят туристы-лопоухи, он будет говорить всю правду, все, что думает. Поэтому будет его лицо улыбаться, а за спиной будет говорить другое. Поэтому надо это всегда помнить и держать на прицеле для тех, кто там собирается съездить, отдохнуть в Грузию. Вот эти кадры всегда там посмотрите перед началом, как там любят российского туриста, как его обожают. И про бары, где там надо отречься от Путина, от России, тоже посмотрите ролики, там прекрасные есть кадры и прекрасные материалы выложены. Все дело в том, что депутаты движения «Сила народа» пообещали внести в парламент законопроекты по регулированию деятельности СМИ и неправительственных организаций, заявив, что это поможет положить конец поляризации в обществе и обеспечить защиту государственных интересов. А также они заявили, что при разработке своих инициатив они использовали европейский и американский опыт. Парламентская фракция «Сила народа» была создана выходцами из правящей партии «Грузинская мечта» вскоре после российского вторжения в Украину. Это движение в целом поддерживало власть Грузии, но активно использовали антизападную риторику, упрекая власти Грузии в том, что те слабо противостоят давлению со стороны США. Движение обвиняло Запад в стремлении втянуть Грузию в войну с Россией, чтобы открыть второй фронт, а также позиционировало себя как противодействие пропаганде либеральной идеологии, которая якобы ведет к полному опустошению общества от национальных ценностей. Множество экспертов заявляли, что «Сила народа» – это проект грузинских властей, с помощью которых они озвучивают наиболее радикальные антизападные лозунги. И при этом глава правящей партии «Грузинская мечта» заявлял, что у его политической силы и фракции «Сила народа» нет значительных разногласий в вопросе ценностей, а есть всего лишь тактические разногласия. 14 февраля 2023 года депутаты этого движения внесли в парламент Грузии законопроект о прозрачности иностранного влияния. Его авторы предложили создать в Грузии реестр иностранных агентов, в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. А за уклонение от регистрации грозил бы административный штраф в размере от 3,5 до 7,5 тысяч долларов. Авторы этого законопроекта утверждали, что их цель всего лишь информировать, а не ограничивать деятельность НПО и СМИ, утверждая, что они желают всего лишь обеспечить прозрачность иностранного влияния в Грузии. 6 марта во время заседания Комитета по правовым вопросам парламента Грузии, где рассматривали спорные законопроекты об иноагентах, случилась потасовка между членами партии. И под стенами парламента началась массовая акция протеста. Демонстранты принесли с собой флаги Грузии и ЕС и скандировали лозунги «Нет российскому закону в Грузии», а также использовали плакаты с изображением Путина и главы правящей партии Грузии. В разгар протестов люди говорили, что они сражаются, потому что этот закон представляет угрозу для всей страны и их будущего. Это аналог российского закона. Мы видим все, что произошло в России из-за такого закона, и как он оброс всякими поправками после 2012 года, и к чему все это привело. И сейчас в России нет ни одного независимого СМИ, которое не объявлено иноагентом и может работать из России. А также протесты в Грузии некоторые СМИ сравнивали с украинским Евромайданом. Но так как наши имперские соседи не смогли урегулировать ситуацию и зомбировать народ Грузии, имеем, что имеем. Теперь российский народ стравливают не только с Казахстаном, но и с Грузией. А если вы хотите узнать больше о войне и мобилизации в Украине, рекомендуем подписаться на канал Александра Япченко, где вы услышите авторское мнение и взгляд на события в нашей стране. Пане Андрію, чи реально той Керченський міст врешті-решт зруйнувати тепер, коли в нас Атакамс є? Ну, я думаю, что с надходением той техники, которая была анонсована, особенно в крайнем пакете с боку США, это реально целиком, а знищение Крымского моста або даже его посхождение, я думаю, мова идет про его посхождение, но даст нам возможность избавить Российскую Федерацию, вернее, угрупованию, которое находится в Крыму, цей логистической артерии, это целиком понятно. Я хочу напомнить, что этот непотопляемый авианосец Крым, он обеспечивается из двух направлений. Из певничного направлений, это пересек, туда на Херсонскую область, Калинчак, район Калинчака и вот как раз Крымский міст. Если он перекрывается, то все это угрупование, которое находится в Крыму, включая Чорноморский флот, оно остается фактически без логистики. Можливо, звичайно, поставление туда логистики морским шляхом, поветряным, но это будут уже совсем меньше обсяги. Ну и так уж, если коротко сказать про ситуацию на фронте, кажут все наши эксперты, такие, как Михаил Осамус, например, директор Нью-Геополитикс Research Network, або про это каже Мік Райн, австралийский генерал-майор, что сейчас россияне максимально пытаются использовать свои возможности, пока не пришли мобилизованные новые украинские солдаты и не наступила, не наступила в повном обсязе допомога. Ну и в 16-м на педальюте, как мы знаем. Тобто, чуємо навіть про то, что из 100-летней войны, каже, что навіть перекидают десантники в Запоріжького напрямку Мускалі, все на Донбас, чтобы там попробовать продавить по максимуму. Как нам ставиться до этого и чи варто заради солдатів отдавать сейчас територию, как возможно? Ну, это действительно так. Это было очевидно, что россияне, когда они увидели, что действительно, ну, скажемо, наша стратегическая слабость, которая была до решения влады США, про надание нам такого великого пакета допомоги, значит, оскільки ця слабость, вона дуже швидко пройде, і ми отримуємо значно кількість і боеприпасів для артиллерії, і ракетних систем, і бронетехніку, і врешт-решт оцілі таки В-16, то вони, звичайно, зараз намагаються максимально захопити українську землю для того, щоб, можливо, цей аргумент використовувати в якості, ну, скажемо, аргумента на переговорах. Ми багато разів слышали від цих вот таких вот амбіційних позицій росіян, що вони там зараз кажуть, що, ну, таке завдання ставиться ім на політичному рівні, вони це роблять. Але я думаю, що дійсно з надходом техніки додаткових боеприпасів і з підходом додаткових сил наших, відмобілізованих, ця ситуація, вона зміниться, тому що, ну, росіян теж ресурс, він не обмежений, і техніка, яку вони використовують, вона фактично вся була знята з храніння довготривалого, і вона не нова, вона, я маю на увазі, в основному, це бронетанкова техніка, автомобільна, і, ну, там теж дуже багато питань. По системам ППО у них дуже погано, тому що ми їх, в общем-то, регулярно знищуємо, і відомо, наприклад, що недавно, минулого тижня, після того, як чергова система ППО С-400 була знищена в районі Джанкоя, в Криму, то особисто оцей нібито голова Крима звертався особисто до Путіна з проханням таку систему поставити. Систем таких також дуже не вистачає, тому що, ну, серйозно ми пошкодили оцей елемент. Тому росіяни просто використовують зараз час, я думаю, що час, він дуже швидко для них минає. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.